здравствуйте уважаемые профессионалы и любители шашечной игры недавно состоялся онлайн двух международных гроссмейстеров александра гетманского из пулы и евгения кондраченко из гомеля ну и сегодня евгений любезно покажет нам очень красивые партии этюдные выигрыши и красивые комбинации из матча которые случились в партиях или могли учиться евгений здорово приветствую приветствую дорогие друзья да спасибо конечно сану гетманскому то что согласился этот матч сыграть то есть все таки я говорил что за последний год не удалось играть не более чем 13 соперниками до каждого приходится искать уговаривать до ощущения все-таки шашки нужны мне одному считай да так что спасибо всем кто любит играть со мной так ну потом посмотрим красоты так значит смотри я создал столик на гамблер да олег зашел да да посмотрим возможно такой вариант так но антик был матч кстати выиграл с разгромным счетом там 9-1 по салитативным партиям 10 ничьих да но все-таки матч товарищеский учитывая наверное что такие саша хоть и ведущий размейстер из топ 30 30 но играть все-таки в русские сотки там немножко разбрасывается да я вот чисто русский так что может быть поэтому так удалось хорошо сыграть ну вот кстати с иваном с мурковым тоже наблюдали за матчем и вот было какое-то ощущение что в гамбитных позициях александр то ли как бы пытается изобрести велосипед то ли что-то где-то не знает вот вот серьезно говорю да вещи объем информации что так колоссальным заниматься чисто русскими очень глубоко понимаете меня сам все время когда вот я прошлой осенью в сентябре то есть забил 1000 побед на гамблер и говорил до 1000 побед в сентябре было просто 8 потом четыре месяца на гамблер не играл январе вернулся снова играть у меня было ощущение что и шашки впервые в жизни настолько нужно форму поддержать регулярно понимать это большой большой такой нюансик так вот возможно вариант следующий на 4 пол такой дебют нам еда 4 и bc5 допустим на то есть бить конечно стоит на поле над 6 чтобы потому что забит на большее что получается ученых сильный центр без слабости да то есть 0 красиво к слову что возможно в этом варианте допустим сюда при случае до знаменитая комиссия рахунова еще 72 года белые предусмотрели что увидел увидел и поминался просто равная позиция весь прикол в том что тут масштабная вещь такая е в 4 до вот на в 4 кажется невозможным да просто заброс нужную сторону данки до с этой стороны загребущими руками все снимаем это ловушка есть на сайте шашки вкус бассе я как-то смотрел классик и классик и классик да то есть бит на b6 не очень хорошо поэтому конечно же бьем на f6 вот то есть центр ученых само собой идея этого дебюта а тут же и гений с перебоем тоже иногда бьют да с перебоем не так интересно зачем убирать шашку слабенькую а4 если лучше к центру да и вот пошла игра на охват значит цепляемся за сашку отсталую a7 насыщенная игровая позиция значит сюда-сюда допустим уже надо играть черным аккуратно то есть если пойти g7 тоже в 2 с хорошей перспективы охвата допустим вот такой скажем естественно разменного декабря в 4 вы чуть ли не проигрывает потому что же всем углубит позицию все плохо ученых размены слабенькие и 5 невозможно сюда подхват пошел а так далее то есть на поэтому аккуратно дает 4 красивше было да то есть меняться смысла нету теперь до белым то есть окружаться на окружать только уже центра будут внушительные в г-5 или же 5 так что лучше отступить отступить уже играем вокруг шашки до 4 саша плотно стоит защите таким путем сюда-сюда и вот я понял что лучше подождать было в партии подождал бы а3 танцева обвинялся получая равную позицию если атаковать прям линейно атаковать да то есть такой интересный зацепку хотя бы так даже можно при случае не обязательно он так можно и атака белых захлебываются на цепи адекте большие с нормальным центром а если сюда сбить да то есть этого боялся и тут такая симпатичная присоска возможно но и такая такая пулька так что я до центра всегда чувствую поэтому избежал этого до 1 1 из таких возможных красивых идеях для заманухи такая легкая штучка до заманухи так так сейчас дальше мне такой блок идет очень вкусная информация это я ставлю на потом посмотрим следующую партию значит поменяем цвет значит вытащили мацеба 4 же 5 же 4 просто да нет я люблю нападать там да подкручивать игру конечно после уже 3 там стоит инициатива у белых но зависит только от белых как играть можно же 3 же 3 бить в сторону вперед допустим для назад либо цепя то есть надо везде чердовать варианты чтобы никогда не играть два варианта подряд да саша выбрал классическое построение то есть я еще знаешь иногда игра в этой позиции едой 4 ну так для разнообразия неплохо длительную позиционную борьбу да тут вещь можно разбить все же в 4 после бэдс 3 и 5 и все это зачем так это будет слабее допустим таким а тогда бы 2 и тут преимущество убил их да но все таки игра получается это лучше чем разбивать позицию не получаю ничего да чуть похоже но игра получается это главное то есть такой подход необходим для эффективных результивной партии но выбрали эту классическую схему короче саша атакует да то есть ученых конечно похоже за некрасивые шашки аж 8 на допустим вот как это сказывается допустим такой варианте кисть и сюда уже не пойдешь так ломануться слишком резво да потому что хорошее нападение следующее обходить нельзя за цепляемся за 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 поле так и лишь белых так не люблю от системы не с и 5 больше с бц 5 допустим да ну подходим навстречу он тоже подходит встречаем встречаем это тут неплохо было же 3 либо же 5 и вот такая схема которая играл сотни раз на камбле и очень часто мне удается реализовать и вот нападаем на нападаем за что-то цепляемся надо понять что у белых явно получше да мы всякую врученных на нахват тут и f4 ход убивает игру то есть 20 переса страниченных шарка 8 остается отстала и бис он пошел так так уже смотрите уже не только аж 8 стала уже и 1 стала стала в эту секунду так и позиция такая начата игровая пошла короче да то есть допустим не приходит прямой линейная атака такого типа скажем так вот сюда вроде как белый атакует скажем временной жертвой разбирал да да подкину там допустим там бц 7 и как ни странно из-за стал ли один у белых плохо там на то есть старинная 30-х годов поэтому это надо аккуратно да если бы напал допустим не в 4 до 25 убирают проблему черного без проблем да вот белый играет по инерции думаю все еще что у них лучше да нет уже отстала h8 эту секунду же не считается отстала а вот один да я просто ухожу на а3 и выйти из невозможно за простейшая тема такого удар чеками все снимаем так на этом элементе же держится то есть один приковано получается да а в ожидании такого типа ничего не дает ведь я хочу быть и всем сохраняя ту идею ведь что главное а один не вошла в бой но вы ожидаем ожидаем снова cd4 не сдвинешься за хотя бы за нападение там е5 c5 или оба 4 то есть неприятно поэтому бояться бил выжидая таким путем я держу то есть не дается d4 снова выйти так так ничего не поменялось видите схема работает уже чё-то на определяться как-то так уже поздно метаться что называется помню еще меняться это можно было но пошел же в 4 и сводится к известному четкому финалу стать уже невозможно оба 2 поздно из-за нападения темпа хорошего нету да если сюда то классический ударчик будет такого типа сбил на е1 так далее то есть весна простейшая штука я уже хоть и может быть место же в 4 е в 4 проходил кстати может быть это может быть там да хотя если не слаще партия после такого варианта после такого по размеру сюда возникает классическая тема такой типичного дарчик девушки шашек да как я люблю наши загребущие руки правда снимаются всего лишь пять штук вот подловил опытного волка на такой известный для меня схеме на дамы кстати с иваном смотрели эту партию онлайн то есть хотели сперва стрим записать но что-то вообще не пошло никак просто никак я думаю ну ладно так посмотрим и вот как раз эту партию смотрели конечно немножко были в шоке так скажем от этой партии мы ничего не поняли да как так убил их вроде хорошо было вспомните чем отличается подход допустим новичков любителя подхода высококлассных шашистов новички любители какие-то правила изучили принципы изучили допустим отсталой шашки надо развивать там меняться там строить колоночки это неплохие такие ориентиры которые помогают на первых порах да но они не должны являться незабываемой догмой да шашисты высококлассные они очень глубоко оценивают позицию смотрят на мельчайшие нюансы и поэтому почему-то в игре мистеров отсталой шашки утра оказывается самыми сильными я бы сказала не так немножко это это такой дилетантский подход я бы сказал на самом деле гроссмейстеры анализируют позиции то есть бесполезно там это все прикидки на именно анализировать позиции уже быть уверены да вот уже комментариев жена на гандаре пишет он да только интересно кто пишет нам так подожди сейчас почитаем тогда по крайней мере пришел профессионал который разбирается в нюансах этой позиции так так ладно идем дальше телефон включу чтоб комментарии читать обычно как бы не пишут комментарии тут чате то есть ну когда такие вещи показывают серьезно ладно идем дальше насчет посмотрим следующую партию в этом же дебюте значит теперь поставить обратным цветом на еще раз сначала так она по моему ничего пока не пишут ну имя цивно гамблер на гамблер пишет ладно хорошо cd4 hg5 h4 b5 я пошел бц 3 чтобы немножко разнообразие было да ну вот значит что скрывается cb6 допустим хорошо если так дальше до 64 и 25 до хорошая схема возникает значит уже 3000 еда 6 если вот допустим пойти оба 2 там да то есть ну раз это разминчик из предсвучия только надо понимать что выжидание тоже лишние допустим здесь возьмем будет слабоваты меня сразу же да надо то есть убила большое давление допустим скажем выжидание же 7 там или cb4 уже проигрывает такой интересный удар 5 до до спасает я не смогу такое было до сделать такого если не сделался просто подождать тоже центр будет подавляющего белые вырывается из окружения пламмастера маломеда таким жестким давлением то есть разин d6 f6 даже не пойдешь из-за простого удар чека и bc5 нету там удар до 5 не только сейчас помоляться сюда то вот такой четкий ход и опять видите одно шаги и 5 сильнее чем три или четыре черные муту секунду это и все и пошел подавляющий центр подавляющий давлением фанги подавляющие вот известный нюанс этой позиции то есть я надеялся на покажи еще это bc5 для зрителей ну шо удар был нельзя потому что и в 6 задачки такой простейшая мульта такая надо показать так хорошо поэтому саша поменялся не поменялся точнее 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 а не стал меняться наоборот в этой позиции пошел от и 7 отличная позиция кстати возникала на дважды далеком 1928 году играли два человека мастера бакуменко и миротин да и там было и фи сен как и наши партии а потом далеком уже 2003 году спустя там столько лет да там партия куцкого мастера бурнашева да с программой аврора короче он залепил от же 7 думаю что у него как-то там нормально а тут же вроде комбинация должна быть не вроде еще какая-то связка предусмотренная мастером человеком развязка была такая чтобы типа сбили на f6 боя бы назад а он аж на я уже я уже вижу это удар это перфорирующий удар если сбить сюда то интересный присоска на c3 и все сбить невозможно да то есть будет такая красивая мулька доход с этой стороны перфорирующий удар называется на самом деле я разбирал такой удар уже любите это слово перфорация будет непонятно тогда то есть ну красиво да который скрывает игру с этой стороны еще красивее такая штучка допустим сюда сюда это уже удар называется стрела да красиво кстати да я разбирал там только один вариант было тут получается двухвариантная комбинация смотри смотри вот я допустим оценивая так же высоко ваше стримы которые с вами последний раз допустим проводили и пришли в прошлые разы да единственный минус таки я говорил что там у вас очень много машинных вариантов да я люблю чисто человеческие шашки и вот защиту шашек человеческих смотрите значит если пойти вот офисем здесь как и было в партии бакументка миткова да мастер бакументка не разобрался и тут значит интересное скрытие игры смотрите первый этап такой типичный комба да ну это простейший удачу такой-то и простое достаточно да а белая учитывая что остается очень много шашек и сдаваться не торопятся вот интересно зацепку находят таким путем на как-то так сбили и вот смотрите после перебора фактивная позиция еще у белых там еще не так все просто а тут же включается второй механизм такой маленький ход выжидательный удар еще один да и за грибущими руками ну красиво как обычно снимаем вот все эти варианты остались за кадром в партии там было там проще раз допоминались поминались там цветнотю наши все просто я просто помню книги комбинации в русских шашках лобинского вот это вот по-моему вот эта комбинация указана да да может быть может быть такая теплая классика старинная то есть с конца девятнадцатого века там годов 40-х 50-х 60-х 70-х ты знаешь кстати вот я заметил когда очень старая классика и вообще никто не знает вот реально никто не знает но поэтому эти постоянно да на старой классике за на старой классике реально можно ловить идем идем дальше значит одна партия которая мог проиграть там которая вызвала большие переживания наблюдавшего за матчем юрия борисовича королёва он такой женя там же выиграть короче спасибо да 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 я тоже смотрю слушай подожди комментарии в тему николай рожек пишет приветствую вас уважаемые носители шашечных красот спасибо вам олег и вам евгений за стрим я этот стрим назвал гомельский зубр съел тульский пряник прикольное название жду красоты уверенно и будут все-таки помните что ты наш товарищеский поэтому слова там съел типа там завалил дам размазал по доске это не не родится до этой словами и для этих матчей то есть товарищеские счет все конечно ну второстепенно значениями главная красота идеи да допустим с каким-нибудь там кириллом боево сырала матч такой чистый рейтинг и вы чтобы с целью прорвать его конечно максимально наказать дать интересный нюансы у нас нарвайся с наш опытный роста в чемпион не рассказал что прорвать меня в любом матче так и сказал да как тузик релку но пока отказался не рад пока отказался появился там недавно на гамблера но и 4 не рад матч не хочет пока там а кстати арсений ценов он же тоже тульский пряник что-то как-то зубарта чуть не подавился тульским пряником одного съела второго вообще-то на что у нас 4 было в апреле мы играли шесть четыре выжил вот это как бы так уже на грани надеюсь матч реванш будет и так далее так вот партия отличие следующие гетманский кондраченко которые на счете мог проиграть но так интересно значит выпал такой дебют острый до острый дебют с этой стороны и вот вот что мы тут имеем так бы опять нас да он его белыми да он пошел ажи 3 то есть наушечку берет то есть нападать нельзя боя 5 из-за присоски g4 известно да да это просто ловушка ну простая-простая и в игре бадянского такая же есть по моему этот попал я на понт не попался я хожу аккуратненько 6 надеялся что допустим белый придут на острый уходом ж 2 допустим в же 7 и тоже ловушка есть да кстати вот паскудные компьютерные анализы показывают что после уже всем и знаменитого удара игрушки оказывается выигрыша нет так что можно играть черными при случае либлица не зато если только знаешь так бы никогда не сыграл кстати для для специально для бурилова о бурилова открывая страшную тайну допустим смотрите на секундочку отлечемся допустим надо в блице в блице спокойно можно играть оба 2 потому что говорит можно как-то друг кириллов иначе тут у ученых нету выхищена вот и все живите с этим так вот не отвлекаемся на главную идею смотрите выпала партия кандре гетманске кандраченко значит выпал этот дебют то есть ажи 3 ход он не пошел на устроенного просто меняется сюда таким путем да и вот и значит учебы не очень красивый центр требующий аккуратной защиты до цедра как-то подошел он значит тут скрывается на монетой ловушка там еще 62 года я помню fg7 допустим да такой неожиданный ход как dc3 ни с того ни с сего да так надо конечно ажи 5 наращать давление постепенно ажи 5 потому что если выйти bc5 такая очень интересная ступенчатая комбинация таким красивым подбоем с таким красивым подбоем еще сюда так вот тут хоть надеюсь есть выигрыш за все отрезано конечно там же предельно чисто я на пункт не попался я отступил защита ну требует не оставаться центре отступить и получать такую равную игру как-то там так было допустим уже игра упростила сожалению не получилось борьбы значит на праже 7 укрепляться и куда я разминчик делать он идет навстречу мне при сюда я думаю все пути по игра закончен что-то играть я так расслабился получается видите ну да равна такие то есть ничего не значащие пока ходы короче там допустим да там как-то сюда сюда зачем-то я сделал шашку т.д.8 хотя можно было там спокойно цитать пойти там допустим а вот тут-то цепать уже не то лучше поменяться было да и 5 сбросить давление белых да ну да с его 2 короче bc7 b3 и тут я вызвал ужас любые сечи королева как он там кричал что жена ж2 я это знаю то есть депритвинович караджаев знаменитая приятное дело с образованным человеком внимание то есть ж2 такой чужой ход он главная идея какая не дать пойти сюда да то есть у белого был блестящего еда 4 и все это блестящий выраж был короче да то есть смотрите это понятно простейшая идея а самый такой солидный вариант значит если сюда пойти кстати смотри на секундочку там достаточно просто выигрывается просто помонялись помонялись ну понятно что до 6 оба 2 там или оба 4 аж 3 все просто на кстати а я смотри вижу интересную идею если ты вот эту позицию сейчас поставишь на лидравте вот это вот которая стоит пока на секунду оставляем гаммлер приходе на лидравт я пока не понимаю какая и этом это же мне это надо понимать смысл наших глубин да значит эту позицию поставь да и только сдвинь h2 на же 3 получается h2 на же 3 демонстрация экрана секундочку ход черных там на расстояние сделаю не вижу своей стороны погодь хотя просто прежде я зайду туда на стрим на которой на гаммлер не на меня сейчас демонстрацию сделал все учил так час я расставлю значит h2 на же 3 поставят переставит только h2 на же 3 и ход имеете ввиду черным да там одна мульта такая изящная да то есть они летят знакомую позицию видел там да нет не так стоит на е7 переставить до 07 до 606 уберите вот так смотрите смотрите да в чем изящность решения если пойти нет она была поверни белыми а не поворачиваться ход черных потому что ну ладно если грязь и не повернуть еще не поворачивать вот если черная ломануция b4 допустим на б4 то выигрывает изящный ход cb2 ну типа нападения нет из-за просто показывает b3 f e5 красивая не поджигает давай давай b3 f e5 короче показываем зрителям мы для себя это зрители все людям так это понятно да все понятно хорошо откручиваю назад короче не это я конечно показать а более красивая идея из белосеевская а b4 cb2 опять таки да значит и в партии белосеев максимчук насколько я помню там были нулевые еще вода там соперник сопротивляется ходом е6 насколько я помню там белый что сделал напал напал b3 конечно да c5 побежали короче чем надеется на какую-то ничейку и получился интересный финал там c7 d2 так на d8 же не поставишь из-за отдачи поэтому b8 хотя бы b8 да ну там поставил на е1 в свою очередь опять-таки еще играть надо аккуратно b7 с ловушечкой допустим что видите если пойти нет еще ловушечки нету пока да допустим ну не дает на d2 по крайней мере допустим значит убежал как-то на опять короче убежал там да на g1 мы пасем его с этой стороны на d8 по моему пошел да значит ну типа а g5 тоже грозим при случае да да ладно секундочку секундочку значит gf2 вот эта последняя ловушка не знаю продать точно оценки тренинг с билетом пошел соперник на а5 вот эта красивая мулька да так погоди погоди а увидел увидел можете когда видео будете смотреть как сказать стрим будете смотреть в записи то можете остановить и посмотреть внимательно да есть комбинация симпатичная давай давай а же 5 отдаем две шашки неожиданно и дамку на е1 вот так вот так хорошо но вернемся теперь все закрываем нитрат на секунду возвращаемся гамбли вот так так если вернуться немножко назад это второстепенный вариант и показывал самое интересное в этой позиции которая была в партии когда-то литвиновича да и выигрыш после разменной cb4 а тут надо постараться белым конечно еда 4 это понятно значит черный сопротивляется максимальным сложным путем еда 6 короче окажется выигрыш да вот такой необычная присоска такая то есть лишний разом у белых вроде как да но еще надо постараться с этой с этой позиции или примерно такой позиции связано одно из самых драматичных для меня воспоминаний я так примерно играл с с валюком младшим да с владиком сыном на революка на чемпионате мира 19-го года и короче не сделал ход нужный момент ход оба 6 такой парадоксальный ход который только оба шесть почему-то выигрывает как ни странно да то есть такой удивительный чудный момент я знал эту идею только сделали на ход позже там уже выигрыша нету из-за этого я не занял там чемпионате мира по-моему второе место не занял тема считая потерял поделиком 200 долларов одним ходом а на f8 нельзя поставить нельзя это чудный вырез там не подожди поджи вот вот давай проверим f8 ушел таким на 6 вот кажется выигрыша бы 6 мы дата свой заглав главный вариант так вот так у сводится получается на b4 а ну вот вижу я пошел не точно подожди низко указано что типа именно выигрывает именно а подожди тут же хитребл посмотреть да как можно защищаться тоже интересно большаясь такой парадоксальный ход чётки значит и какие свои варианты на пятаке сюда то выигрывает такой план значит а тут уже поставил да да и ты получаешь три да еще вот так выиграем сюда и такое неожиданное финальное решение красивая мулька такая хоп она изящная я подожди я я ничего не понял я там другой вариант смотрел не не назад верни чё ты там сделал просто сюда и сюда просто так отдаем но тут проще было отдать как-то попытаться прорваться да как-то чтобы если сейчас вот белых получается не до этого ну типа еф-2 ты поставил еф-2 от такого типового окончания возникло типовое все надо ну там шашка d6 в итоге загоняется на 3 главный вариант показывает таки еще раз да то есть вот а6 надо связать получается такой тонкий ход еще раз да на а7 получается и ловим да можно б4 можно опять на б4 ксс вот это главный вариант так и мог проиграть но конечно саша получается подзабыл это все или не знал то есть и выпустил что-то дело да обидно нам застроил борисыча королева да да мы тоже читали комментарии там с иваном угорали короче по ходу партии выпустил короче уже я перехватил не в смысле над вами угорали в смысле на тем что там королев такой как ты там мог выпустить да просто другого зрения то есть они смотрят иначе они думают что все знают что не знают да 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 или как кличко это говорил не только ли все знают все да не все да не только вот я сейчас тоже говорю покажи это ударчик и в 6 стал это еды 4 ты бишь да это просто типа ерунда там люди смотрят наверно не понимают половину знаешь секунду такой позитивным у нас хоть один мастер есть на стриме сейчас тогда отпишитесь если мастер есть или гроссмейстер ну то есть сильные камеры если выше есть на стриме вообще есть или нет хоть один отзовитесь не ну кмс-то должны быть стопроцентно должны отзовутся или нет сейчас еще раз ну слушай посмотрим пока молчат тишина 38 человек смотрят да и молчат об этом для кого для кого работа отвечает есть да конечно хорошо так идем дальше значит идем дальше значит техничную партию неплохую следующее выиграл и в этом делаете значит выпал опять таки вот этот дебют керачи выпал да я белыми это главную линию знаю конечно чтобы опять сильный ход на значит а6 bc3 как же всем пока правильно играет допустим ну неплохой план оба 4 на хватит до 4 неплохо он там тоже 4 это не так не тот вариант и вот надо меняться за 4 известный план то есть это все русские играющие русские шашки знает он пошел еда 6 возникает очень интересно обманчивая позиция двойне обманчивая двойне обманчивая я недавно опубликовала группе на фейсбуке там шашки в литве там короче мы любим шашки да то ли ведет наш друг ремонт ас денюс так вот значит я опубликовал творчество пример творчество литовских шашистов и маниза залить из известного мастера да думал что там показал красивый выигрыш оказывается там проигрыш смотрите то есть я показываю лишь таким путем значит сюда получается 25 играл залить из и оба дворчина я показываю якобы такой выигрыш из трениченых то есть оба 6 интересный план партия где-то случилось где мастер залить из пошел оба 6 соперник пошел же 2 и получил такой сумасшедший удар cd4 очень неожиданно вот кажется невозможным да то есть ну куда же не бей получается да то есть пропадаем дамки да и поймать не удается потому что размен cb6 а тут есть есть значит это одна идея 2 блин ты меня короче сбил в панталыге я уже везде думал а если тут выигрыш зачем мне сказал кирилловские планы еще много таких вариантов знать которые приближают известную теорию так что ты расстраиваешься бати 3 само собой нельзя ударчик стоит одноходовый значит а если пойти вот после оба 6 и в 4 тоже значит старая находка еда 4 очень мощный выпада и жажда не удается потому что интересная развязка такого типа на какие уже 5 тоже сильно такой ударчик забирать шашку нельзя за красивого удара сюда получается и такой скользкую даме уже 5 еще до пенчета без чисто да если допустим пойти сюда допустим то нападение невозможно из-за такого ударчика там но подождал еще раз к ничьи там подождал так далее дамки вот таким образом пытался показать что типа черный выигрывает таким необычным способом да а тут ремонт аздинин скрючер когда с и правой подходит и говорит евгений у тебя есть пистолет застрелиться сразу что такое тут выигрыш не черных а выигрыш белых мысли как и все варианты разобрал допустим сюда же нельзя еще допустим поменяться нельзя из-за простого удара такого дополнения к тому что было и так далее то есть все варианты разобрал получается точки зрения человека так подожди подожди давай попробую представить какой ход хотя бы найти последний ход который мы не рассматривали такой ход на уровне человека отбрасывать нет вообще бы мне в голову не пришел шашку жадал и типа шашка остался да получается внимание смотрите с куда сбить получается после всех перебоев короче до связка на больше есть на больше есть конечно без шашки бывали без шашки белые выигрывают но я разбирал кстати подобного типа позиции то есть да тут фланга слаблен плюс связка еще до кучи да неприятно это такая четкая такая тема из человеческого если можно добавить что-то еще допустим человеческого то нападать после нападения закрываться нельзя за такого дачи когда нет там же по моему секунду секунду ходы перепутала а если бы стоял до 4 до 25 ошибочка на ну короче верте по компьютеру что позиционно тут выигрышами на белых на такие вот страсти да вот еще идейку вижу до ночи нельзя до 5 все-таки закрываться надо все на четверти на слово что такая система да и так вот получилось вот какие лучше бы я тоже этого не знал да но кстати получается смотрите теперь уточнение знают все сильнейшие мастера роз это увидел этот вариант но а большинство ты все равно не знают этого и поэтому можно спело играть все но так черным написали уже дядя женя показывал ну так я много чего показал просто не все первый раз это видит допустим я где-то и шахман зак делаю допустим да так идем дальше партия следующая следующая партия что у нас там было так это закрываем на такая довольно грубая ошибка что-то я сделал короче игра черными не абсолютно мирную позицию так это еще либо такой дебютка вещь и он белыми на 4 конечно трудно защита со стороны белых потому что ученых всем уважает ажи 5 допустим я вот так атакую таким путем да а подожди подожди я вот в этой позиции обычная игра же 3 ну и после ажи 5 там вообще ничего нету а вот иван сказал есть прикол ну типа давление на меня царли стерах не стоит в давлении там все равно есть учебно да я подпочитаю раз там бы опять ли дц 5 чтобы сохранять давление дальше пускай роза висит но нельзя насуществлять эту саша залепил такой ход очень чисто такой и сокрыточный дц 3 пошел вообще думаешь что такое тоже пора но это как бы не в тему совершенно не в тему в чем прикол мать не видно четко сразу вырос со стороны черных честно я не вижу честно да ну пошел панер с этим ходом допустим подходит подходит ключи ужасно стоит криво стоят белые но реально вы решены связку смысл играть нету не в пятни и пятницы 5 назад на рад ступи лучше всего отступить получается лучше всего с не ждем пока параллельные шашки в любом случае так вот мной вышло тому что ждет ждет короче это так сюда cd2 и 5 все таки я прихватил этот центр не даем же 5 не даем так из-за простого ударчик вот этого типа на и самое главное когда он поменялся уже напрашивается размен до сюда я нашел такой четкий вырежь сломанулся вперед то есть возьмем связкой надо нападать да что-то мне стукнуло пойти бы на все 7 зачем я пошел до 7 не понимаю если надо было аккуратненько ажи 7 пройти да слушай это же позиция из партии с янисом сафиным вот один в один и ты тут защитился за белых он тоже помощь же 7 я разбирал эту партию после после то самое после это 7 допустим уже оказывается вы решение то потому что слабость поля 8 у вас у вас только из обратной игры байдянского получилось да да вот эта позиция видимо это партию не запомнила потому что для меня тут мало ценного а я не кстати тоже не выиграл там буквально вот один раз не точно сыграл второй раз идея идея витает в воздухе да так что евгений разбирался разбирай все свои партии тоже вот знаешь как у меня формационный передоз все свои партии я же говорил смотрите напоминающий вас процент стоящих идей очень невелик в данный момент у меня около 50 тысяч партий 55 тысяч партий сыграна на гамблер за 13 лет считай да и только там может ну 300 ценных идеи только до 300 из 55 тысяч неплохо да то есть это у меня . творчество как бы скажу тоже мысль с ромой щукин и общался вот он не говорит что я раньше раньше сейчас конечно нет играл по 150 партий в день 150 партий из этих 150 партий конечно не все разбирал но основные там интересные партии где-то около 50 партий разбирал на заметку хочет хорошо играть ну да это как бы 150 партий конечно что хорошо так за чем-то со мной никто пока играть не собирается на ребята где где щукин да где все остальные спрашивается он там понятно с разных аккаунтов наверно играл не важно так вызов на матчу празднику действует никто не отзывается толком дату все ушли по поле так поехали хорошо следующий микроматч наконец-то мы добрались до леталок первой половины микроматчем играли в классе куда то есть потом леталки пошли а тот старая добрая известная позиция белошиевская значит я белым первую партию пошел таким путем ну надо уходить наверно подчеркивая заромождение белых с левой стороны да кстати обманчивая позиция такая да надо подкрывать и освобождаться так черные должны уходить и вот тут он не понял четкого плана на окружение что-то не видно как-то не дышит обманчивая да ну что ли тут не родится на смотреть точный порядок ходов смотри на сюда ходит идейный ход это такой на окружении при случае не приходит допустим если что-то такое там мутить допустим сюда сюда да уже цепляет же поздно играть из-за ударчика это раз окружение типа обашествием тоже ничего не дает большая спросили 4 показал и вот эфир 5 вырезаем разим за ударчиком а сюда нельзя потому что такая мулька то есть ну это может необходимо играть белый освобождается отличной позиции так что надо аккуратно а вот классическая партии вот этой позиции партия белый шейфа не киев там еще 90-е годы 90-х да значит там было как дц5 нет дц5 еще раз ход назад получается оба 2 дц5 пошли то есть вроде играет черный интуитивно правильно обохватывать таким путем да и цб6 убивает игру белых не дает витсин до 4 не 5 все плохо а белый неожиданно так но черные то видели то есть один ход и так остался да поминялись вроде бы игра белых убита полностью так тут такой необычный удар и фи 3 то есть недооценил хитрости белошей ну и на c7 да да такая симпатичная мулька такая хоп и так далее да так вот это при случае пытались подловить но саша он пошел по другой линии то есть нарушил гармонию дебюта при случае пошел просто вот gf6 ход такой конечно нелогично я освобождаюсь полностью получаю хороший рутан таким вот путем видите слабости убрали шашки спокойно развиваются эти ожидания ничего не дают допустим не в 6 да тут александр скорее всего посмотрел так особо плана нету на окружении решил на окружении смотрите допустим я скорее всего даже правильно он сделал да подходит билы и 3 понятно что будет играть черный только на отбой какое-то выжидание такого типа она невозможно потому что допустим улыбаться 3 пойти сразу дикой появилась там допустим сюда детская идейка такая нельзя дата раз если там подождать каким-то ходом допустим все равно удачек стоит с этой стороны допустим до 2 да если меня ждать еще раз подождать сюда-то удачек стоит с этой стороны допустим красивый такой до 4 штуки до то есть выждание не приходит а меняться только оставляя позицию еще больше да и вот его что у нас тут получилось а вот интересный нюанс получился смотрите мог бы точнее мог быть но только вижу я получается такую такую вещь я знаю пусту это надо конечно глубокая тема со стороны со стороны белых то есть так вот партии банок и очень пошел там совсем просто и до 4 центра похоже подавляющее этот выиграл да интересно может быть садить либо 6 меняться было вместо еще хуже еще хуже там не до 4 еще больше хотя бы шашка 7 опорная смотрите интересно нюанс такое чисто которого даже не занимается все время гроссмейстер валюк вот такая позиция ци 5 хотя играют черные борются за какой-то пункт допустим белые атакуют прямолинейно и смотрите по 7 по 7 напрашивается ведь кажется что позиционно везде плохо у белых ждать плохо из цида 6 и когда-то будут душить на самом деле это выигрыш белых удивительно но резко не вижу пока не вижу резкое нападение не дает не закрываться там не меняться потому что и до 4 выигранная позиция будет заставляет идти вперед и необычные прессовки такого типа нам вот это конечно да это на правило то самое мог привести партии выигранной вот такой нюансик я заметил при случае но в партии такого не было вот вот это прям красиво на так так значит это была первая партия микроматча дам партия микроматча что касается 2 там я пошел по неправильному подожди переверну сейчас за черных я там партии показываю просто так пускай я пошел неправильный и 5 то есть пытался на сдерживание связки но она все-таки в пользу белых там сложилось как-то в итоге до ожидательный ход у них есть там как-то и cb6 вот же в 2 главный ход чтобы 5 разбить позиции по-моему единственную партию вот эту проиграл да 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 слушай а то есть на рэфи сильно было играть да получается неправильно потому что начинают душить короче душит начинают белые то есть со всех сторон да то есть они именно не на связку тут получается именно убивают вас к таким путем короче да потом атакует фланг и так далее тут интересного мало короче выпустые потом поставил до конца на компьютер и понял что я там уже везде проиграл анализировал увеличение было да просто хочу показать финальную позицию которая могла бы быть в этом компьютерном анализе поставь на лидра цели вот эту нет нету а я подиктуру сейчас белая слишком сильно там ход вперед давать короче пролезают дамки там и шашки выигрывают финальная позиция удивительная такая чисто компьютерный анализ дамки белых на g1 на h8 дамки 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 g1 h8 и е7 и простые белых d4 и f6 ну вот это чисто компьютерный получается да цепочка привела к тому ученые две дамки на е1 и на а7 они поджигать и и один дамки и а7 дамки и просто черных b6 хватит ну вот дорогие телезрители у белых очень изящный финал получается хоть и компьютерный чисто так подожди хватаем дунаю камер дамку е7 что-то не вижу идеи пока но напасть на 1 d8 загнать на 5 конечно пораживаться на меня от шашки чтобы проводить чтобы он bc5 не мог разменяться там вы пошли по это получается такой четкий финал то есть подожди и подожди просто просто уже вообще подожди просто можно как вот он надо выиграть быстро имеется в виду да простую хватай заходи слева меняться просто так не просто изящно dc5 мы привносим красивый элемент вы простейшие окончания где можно как угодно выиграть я вижу и там попер в дамки а вот сейчас увидел да изящно да изящно дамку подбой само собой это это грубо говоря когда у тебя мало времени и без добавления играешь там быстро выиграть получается да зачем тянуть до этих тяжелых окончаний когда флаг вырунешь там да 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 то есть друзья иногда бывают партии то есть без добавления на бы выиграть быстро молниеносно вот это как бы один из таких случаев да вот мало ли времени нет вообще нормальные люди квалифицированы они такой ерунду не занимаются и от нормальной с дополнением то есть обычно в позиции типа трогольники петрова сдаются сразу допустим на секундочку но все так и руду уважаем соперников далее играем его не обезьян это так ладно идем идем дальше значит 014 14 предыдущая партия говорил дедуле ленин есть такая партия на так дебют летающего зритель 25 до 6 и 5 там давай так дебют я уже начинал леталках начинал я первым на 4 у меня хуже позиция по дебюту получается да вот такой дебют летающий ну конечно логично то есть выбираем самый простой путь не нарушая гармонию допустим меняться не хочется лучше пойти и в 4 сдерживая традиционно закрылся и конечно закрылся сдать не стоит зачем поля ослаблять лучше просто отступить к вещи да ученой все отлично только вопрос в том чтобы не дать белым развиться вот он дал развиться смотрите вроде ходит он таким приличным ходом сюда допустим но же 5 там сюда допустим от я уже подошел видеть уже хочу поменяться да не хочется уходить на 4 за нападение же 3 и позиции разбивается вообще да если подождать любой шашка снизу меняю все равно то есть подсыпать все у меня сидите нормально и вообще ничего не смело его после проблемы убрали изначально да то есть и стал нормальная позиция игровая получилась за тема черного центра у меня блокадов ладно выходит типовое построение надо отступать аж и 3 и чтобы избежали окружения допустим cd4 вывалил выходить cd4 вот он вышел сразу хорошо имеет полное право да мы тоже пока подождем меняться не стоит лишний раз зачем да и 5 это давайте ходить необходимо сделать по-любому дальше уже решаем что делать план нападения нехорош потому что запасные ходы у черных то есть да поэтому пора отступить отступить про и вот все кто играет глубокую русские шашки знаю что такое дебют киевской защиты обратным цветом не знают как отдавать центр специально для мотивов на окружении они могут смело меняться быстрее потому что я же схему уже вижу смотрите он атакует вроде все правильно там атакуют перехватывает центр действительно отдали отдали а мы же его пасем короче центр он рыхловато такой стесненно да и при правильной игре можно окружить при случае так оно и вышло это значит смотрите 27 мужчин можно было пойти наверно да можно но пошел сразу то есть да уходим уходим на подвязку играете и до 2 последний точный ход допустим f6 и же в 2 но все резиденты гандера знают на срочно проводить ничейный ударчик такого типа до до 5 ничья он саша забыл эту тему короче пошел так вот на именно 27 получил доисторическую мульку все знают вечно зеленый финал я не знал этой мульки знаете хотя играл хотя играю всю жизнь киевскую защиту за черных так это ключевая киевской защиты как можно не знать а какой вариант я не знаю я видишь сразу 6 не играют особо 6 что ли вариант ну ладно показываю еще раз для тех кто-то самое в танке нет и покажи из классики чудо показывать и покажи быть показывают от как мой вариант я не знаю такого варианта существует но но один самых игра киевскую черными черными вот она вот она а ну тут видишь 5 я жив 6 игра хотя нет такой вариант есть есть играю а вот тут я уже по-другому тут уже поздновато метаться я по-другому игра да все понял запомню не окружаю по-другому да да ладно мотаю на ус интересно запомни так вот видите ребята без жизни играют играют они знали ключевого варианта так идем дальше отличная отличные такие возникли нюансы в интересной позиции избитой точнее позиции да вот у нас силы образования шашечного на партия 2350 у меня записано на и что мы там кстати имеем одну секунду на 2350 это недорого не учти что мне нравится женщины за 50 это недорого так давайте завершим такой вот летающий дебют какого гамбитного типа на так поехали поехали значит защищаем сюда я-то сам люблю играть именно там большинство опять-таки допустим до 4 там только не нападать нападать да там поскучнее да то есть скучная позиция ну конечно не слабо но скучно получается да подходим к классическое построение подходим и стесняемся там как-то поменялись допустим владиславом на нам вот эту позицию играли на стриме получилось и первую белыми я выиграл вторую вторую он белый не выиграл я кстати разбирал идея в чем-то отдавать центру черного полностью стоять по краям меняться назад не сдвигая а1 b2 не сдвигая чем они захотели бы создать допустим меняются сами ну так возникает типовое построение обязательно нужно напасть чтобы а1 развести да вывести точнее поехала к это такая достаточно простая схема отходим там подходим сюда-сюда я думаю не проиграна ученых совсем наоборот не совсем удачный ход нет ученых ученых лучше они могли пойти смотрите партия на секундочку закончилась очень изящно черных лучше но их не знаю специфика вот это я смотрите партии хожу в g3 получается да значит в чем идея скажем построение такого типа уже я перехватываю до 4 допустим сюда не пойдешь из-за ударчика да такой нюансик объясняю просто простейшие нюансы да если там c7 то опять таки можно cb2 поменяться с ничьей да допустим тут интересного мало на если если значит пойти так секундочку же 3 еще раз уход в g3 да получается b3 да в партию пошел c7 получается совсем совсем было я помню где понятно что если поменяться приводит это уже выходит на и 5 короче нам удар удар из-за ударчика такого типа на 200 придали на это то есть типичная идея получается на понятно за то он совсем и ходил я захожу в эти в 4 получается уже позиция нормально ничейно уже пора было понять что cb6 ходим сюда получается удара не только выходить поменялись к ручке ну тут удар все равно граждане и кидим удачу ничего да вот это известная позиция да и саша просто появился пошел бы ты получил такой симпатичную мульку да то есть так на на месте да вот мы уделялись да когда ты эту позицию выиграл право еще специфика игре на гамблере минута а главная конечно тема такая что надо играть d7 было d7 все внимательно посмотреть это сточный порядок родов короче да то есть оба 4 уже не пойдешь там из-за масштабной отдачи такого типа да вот сюда сюда вот сюда но и за гребущими руками как обычно все снимаем это остается одна идейка да хорошо вопрос том что можно поминаться конечно это хуже для белых лучше ходить и в 4 до секунду стоп а блин зависла только не это все пропало так почему она зависает к издрации нормально все было да 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 и все уже невозможно ладно поставь можно гамблер это красиво да не на гамблере на лидра на лидра все то есть до приходят черных походит в ходе черных вот черных гамблер расстраиваешь ты меня да так подожди перевернуть значит часа перевернуть так чтобы неудобнее было расставлять так вроде да и так вроде а еще все все вроде да и так выходим да и 7 получается да и 7 также 5 нельзя и в 4 ключевой ход доходит а стопе секунду я так путаю это позиция если было бы известно и но и в 4 имеется ввиду что ход белых было бы да не до приходит чем интересного мало опять таки да то есть на 4 просто размеры стоят круче б3 опять-таки удачек стоит cb2 следием 6 4 5 извиняюсь я просто перепутал темпы да вот если бы эта позиция была до приходе белых еще тогда гораздо веселее подожди евгений не торопись не торопись давай давай это разберем значит на так любую все известно поменялся поменялся там допустим как ну посмотри даже 5 допустим можно поменяться ну сбили обоюдный прорыв ничейной позиции слушай еще тогда получается я так можно и поцентрирована да ну слушай а тут проиграть можно что-то я не вижу как тут ничью-то делать зачем белых а подожди он же сюда может поставить сюда но отдаем и до 4 отдаем и до 4 2 на давать уже шашка далеко ушла подчинить вот это ничья да шашки стояли на полях там б-8 до 6 тут интересно лес интересного тут нету понимаешь приходит белых отдавая эту позицию и в 4 приходе белых смотри да да сделай ход белых здесь тут что удобно может как бы это быстро анализировать расставлять вот это вот известная классическая позиция оказывается белой труднейший лечья ходом перевернуть за черных да и ну пара не на черных и хочется то есть приходит белая трудная ничья ходом cb2 кто мог продуматься допустим а ну да ждать не вас тихо не тропись не торопись ждать невозможно c до 4 невозможно потому что ударчик ажи 7 2 3 пробой на поле 8 понятно да тут стать я покажу потом я попался один раз вот не точно сделал если убрать значит если если нападаем после cb2b3 нападаем это главный вариант это конечно ударчик d3 получается тихо тихо d3 и d4 да еще нужен нюанс такой да кстати прикольно c5 сильный шлот и вот тут попробуйте друзья найти не чудо поставьте просто на паузу ну просто это это вот ты уже сколько раз ходил просто 4 можно знать 6 еще там да что-то хочет на 60 нельзя там сбила дамку поставим да именно так cb4 можно было еще раз не подожди а так не проходит нет ну да так же побьют наш двора и сюда их и ходить некуда нет на такие мелочи главный вариант не такой же конечно дамку на c1 вернусь подожди а куда ходить что-то я не понял так c3 d4 а ну может так вообще смотри и церкви бичурой вот такая ничья тут еще подожди же пойду еще на е5 приду до 4 приду еще шансы на выигрыш да не занимайся и самолечением убери эту радость мне сбила до 8 до 15 получается до 15 до значит там к на 4 срочно дамка наш 4 белый нападает c5 d4 получается да и вот просто присоска в 4 проигрывает надо бить именно cb4 отдать в 4 значения позиции аккуратно подожди какая не а тут же можно это ну да получается дамкой без по и шашкой бесполезно бить она такой и же такой ударчик так не но это не самое главное сама красота в этой позиции показывают только там здесь ценные собирая там несколько ходу назад cb2 убери переуход cb2 переуход убери вообще вернись обратно самое начало то есть вот такой ничью cb2 все-таки мало кто знает ну то с ней она известна давно только почему-то забывать делать cb2 убираем да гораздо красивее если просто уходит допустим f4 g5 да вот это уже красивый лишь со стороны черных на 3 уходим ждать невозможно ударчиков нету помоняли же в 4 и 5 центра сильнее получается ну а это это подожди это позиция исключения цирика если цб6 то сразу удар стоит е5 до 4 до грядущие руки так извини покажу до конца из-за красоты финала кругового народ не финал то простейший круговой удар так ладно если это ходит а просто е6 аккуратными решили до или f4 не так интересно сама красота подожди на лифт убери не интересно здесь не интересно если хоть и не подожди говоришь не интересно тут сайте интересно еще на так тут по моему как-то но оба 4 и f6 известно тоже симпатично да вот именно так она показывала давай dc5 dc5 d5 диктуя быстренько давай не отвлекаемся присосками c3 получается уходить нельзя присоска c3 имеется c3 это лучший шанс добить две штуки побежали 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 так и тут по моему и f4 стоит уйти да да это и 5 не подожди подожди секунду опять же начинается не то не то убери как так вот торопишься показывай компания просто избитого ряд который это самое эти степен и ты пытаешься показать два хода убери обратно 2 и в 4 секунду значит ну совсем-то понятное до 4 до 4 вот это вот тогда ушел значит они не стой так а ну и нападение не будет не так это не то-то не то-то не убери бери еще раз вспомнили подожди а напал стоп опять не то на это уже ничья похоже да убери обратно убери ну вот горишь просто стоп стоп еще раз стоп значит это кстати какая-то знаменитая партия была старая партия хаскевич хейв да давай кто-то да там играл h4 d8 да давай давай hg3 получается да на b6 h2 h1 кажется ничейная ничейная почти hg3 заставляет на дамку ходит на еды и получается оставили поставили он заходит ли там любки подожди тут присоска на цепь и тут да 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 красиво вот ты говоришь просто ничего не просто этюдный выигрыш но любителям малопонятные чудные тонкости которые такие сухие неинтересно понимаешь евгений вот это как раз и интересно вот артем гагаринов даже пишет евгений показывайте все варианты в этом зрители вам интересно только что конечно я просто помню что тут выигрыша как конкретно еще раз напоминаю что я все-таки отставил из шашки человеческие именно самые ценные красивые варианты вот это человеческие шашки евгений это человеческий но это не главный вариант это это не противоречия получается верни обратно верни ножку которая это нищих артистов украл в 4 и выходим на и 5 выходит так самая вкусная человеческая показывается да и приходит да и пиро не до 6 держим позицию нападаем cb4 естественно не даем нападает меняться не успевая хотя бы закрыться до 2 выходит до до 5 типичная атака пошли типичная атака то есть хотим подорвать то есть напасть стоит е в 4 лучше всего да ладно показывай еще один вариант красиво изящно если пойдет не е в 4 полежа 4 допустим давай оба 2 отдаем это всем но проводи 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 сбил 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 короче и на ход же 6 изящная жертва подожди погодь а ну вот просто вот тут просто уже да так изящно сам себе по тебе речи что нет вот там вот как бы изящно было тут просто значит если нападает топ то в напали закрылись да все правильно это запрессу правильно да если нападает е в 4 ставьте видео на паузу куда руки отрывать потому что схватит сашку цеплять руки оторвать надо красиво действовать на так долго не понимаю так подожди на c5 гриш ну просится кэша cd-4 просто если это было не шлах вот уже получается да то есть на позиции движениями данками и так далее но очень же изящное решение сразу здесь и сейчас да так так зрители вы напишите наконец подсказочку или нет мастера есть только мосы на стриме подожди давай почитаю так кто-то видит не тучи а b2 пишу колеба два ну типа вот так а ну да кстати оба 20 на какой оба 20 фисе ну а b2 куда будешь бить вперед до 6 а на душе и же можно подбить ну и там слова эндшпили еще не факт что он выигран и такое b2 если все 7 ребята взявши финал ну далее убери это саму великое бадуану я убрал где в 4f и 7 вот еще пытался показать просто если такой изящный вырез на никто не видит почему-то длина никто не видит да вот на классика в чистом виде вот чем привела моя ошибка там когда темпы просто перепутал олег олег михайлов кстати написал да он перепутал там это нотацию он написал фу 7 президент гамблера так что наш человек известно хорошо так закончили с этим интересного мало вот это прикольно да кстати нет это все типичные день такие для любителей не новинку да я я я скажу честно я только что спал так что ладно мне простительно но эта позиция еще известно настоящий шишист он даже во сне должен там на так нет мне кстати ваще чего поснилось да какой-то выигрыш я там это кого-то выиграл да но уже не помню чё-то выиграл да как это выиграл не помню что да значит смотри-ка смотри-ка еще раз слушай а после cb2 вот кстати меня выиграли я оборонялся так переверну так 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 и тут он как-то пошел интересно а по-моему так и на так пошел он сюда пошел сейчас хочу до цепляет ну а как он пошел там так так получает я не нашел в один ход момент так cd4 нападать надо получается да нет так же присоска и внимание присоска есть еще на секунду на 6 единственная присоска есть и есть да вот ее не увидел в цитноте только на f6 и спасает то есть ну дамка бесполезно бить а если шашка это получается быстрый ничья а cd4 трудная ничья кстати еще в цитноте можно проиграть так дернется вот даже в цитноте проиграл эту позицию причем я знал ее вот так вот зря ты нападал нужно было отдать две шашки дать оба 4 и за 6 4 позиция которая стояла там где-то поставил сюда выдавается по 2 бы ты еще раз так cb2 b3 приводим и ты приводишь я просто не вижу просто зависла как ты не видишь ты смотри в этом показе экрана я специально на 4 еще раз на 4 в 4 давай до 4 в 4 на полно присосками 6 получается так я не увидел присоску и аж тебе не так присоска давай присоска приводив 6 ноутбой бой даже сильно черным надо дать оба 4 отдать ну да да тут ничего же в 64 тут еще ему на ничего делать как ему я-то белыми играл я присоску не увидел я белыми проиграл я белыми проиграл да ладно мы отвлекаемся на мелочи и далеко же если от тела вообще стрима на матч с гетманским получается так что смотрим все убирают угады совсем не это не гадость это как бы гамбитная позиция а думал что это мог ребята есть книжка евгения кондраченко некая по называемым гамбитная позиция где разбирается 524 обычная стандартная средняя и сложная разнообразная идея в гамбитных позициях я показывал неоднократно там помните там видоса вы заказываете этой книги у дима никифорова с иркутской короче так что на гамблер переходим так переходим на гамблер дальше переходим на гамблер так что у нас там получается я хочу извиниться ему никифорова несколько раз нас на стриме туда назвал денисом прошу прощения но бы 4 до 6 h2 такой следующий возник сложный дебют значит включится показываю сама эта партия интересного было мало мне кажется тогда то есть вот ж 4 это пол слабый ход все таки на ранее смотри если поменяться не будет игры понимаешь ну да так не будет это самое страшное для меня я делаю специально не сильнейший ход чтобы была игра потому что по у черных хорошая игра сервину защищать не давать он хорошую такую да без всяких шансов для себя получается да то есть только ас-4 единственный ход это смотри допустим я помню раз владислава мазуром всякого сильными годный мастер да он там играл на окружении пока все правильно нападает и вот нашел такую зацепочку значит я на и 5 оказывается не страшно так бить не страшно именно он там еще пытается атаковать допустим спокойно защищается все в порядке то есть да то есть тут не раз напомню возьмешь на как-то на такую защита есть всегда допустим лишь то есть ничего страшного уже нету там слушай таки валюк так выиграл у юлии макаренковой на турнире мастеров по моему да закончился такой вот красивый финал я вам шашку подкинул короче задушил его здесь да получается он отдает с этой стороны пытается выйти ну и так вот и очень красиво это красиво так это была была главная линия была об этом дебюта но это не так интересно значит давайте смотрим что у нас было у нас более живая позиция кстати что я что я и хотел да то есть мы уходим на c5 пока вот в секунду бела хорошо но черный тут же уходит на f4 возникают контрашансы то есть c5 потерял свою силу вот в секунду да мне кажется и черных приятнее тут начинаю ну конечно приятно начинается фланговая я такого типа как-то там да все время меняться в е3 плохо там допустим за типичный ударчик он за сюда отдает и cb6 допустим понятно известная тема значит это понятно то но не подсознание в g3 нельзя шашка теряется а b2 сделали ход значит слушай а чего ты в этой подожди в позиции да и 3 не пошел до до этого нет назад сделай решил выждать и мал вот d3 смотри и грозил же ты вот да и не так и так что все черный ход это 6 сохраняя свои идеи если поменяться так смотри внимательно на позицию крючер отдать этой стороны до центра в 6 будет ученых неплохой допустим если отдать в эту сторону как cb6 так еще хуже там потому что допустим подходит за сентом е6 шашки в 4 опасности будут у меня не хватает шашек на полях c3 до 2 и 3 до 4 чтобы играть центр понимаешь шашка 4 слабая так что это мотиве я видел до решил ход подождать оба 2 там ну вот так и вышло да она уже 5 допустим и cd2 что-то болезни что мы говорили надо играть было cd6 зачем если черное перебывается два раза и тоже ничего нету получается или вот ни к этому варианту говорился но может не комментарий неправильно получается если не ради как из-за ударчика понятно да и то же самое за сильно заиграть поэтому саша сдвинуться до 6 допустим я встречаю встречаю с этой стороны короче там четкая тема уже там допустим сюда не пойдешь из-за простой жертвы на полке не пошел это уже 7 же тоже это неудачно ну хотя бы там из-за входа не знают до 4 хотя бы да то есть смотри можно было подкинуть cb6 и да и потом ну или надо это принципе идея там это 4 сейчас там дам счет как-то некуда наверное чайная позиция была бы да при случае да да нету и черной здесь я поливаю с этой стороны где-то так недавно и расцентрировал не точно получается не просто чему говорю смотри что что было в партии но интересы не представляет мало мало интереса представляет да да вот он шашку по шашку я даю обратно из фиксируя слабый центр допустим сюда переходим на значит пускай там опять в 4 вот это вот тема сюда сюда я успел пройти так как-то так поменялся внимание поменялся и cb4 оказалось что все сердце пертурбации да то есть белый сплевать раньше через полица 7 там у них уверенная позиция подожди дай мысль то высказать мы с иваном смотрели эту позицию тоже удивились вроде вот опять все перевернулась у черных всю партию хорошая позиция была как это спасает забил и выигрывают карта внимание на эти позиции что белый ряд на полях там опять до 6 а7 а черная наш 4 за 3 с 2 до так называемая обратно гамбитной позиции по типу ноги андрея валюка да я буду думать косяковая симметрия не только косяковая короче не важно смотрите тут бывает так что позиции превращаются после каждого хода и очень часто можно сильного соперника тут завалить когда там темпы не посчитал короче да то есть такой класс по здесь и довольно таки известно то есть они часто прорачиваются посмотри не об этом речь то что было все партии это вот это неинтересно поставить оппозицию который стоящий доски поставим играть все только сдвину шашечку на сначала поставь потом сдвинем на g5 g5 сдвинуть на f6 g5 на f6 и ход черных имеется ввиду смотрите разница буквально в один ход окажется мало что меняется то есть да все равно там если же перевернуть за белых но по не за белых тем интереснее будет что кажется что кажется что по празднику выхода на типа за белых да на самом деле начинают и выигрывают черные так подожди так даже не думает концовка цирика подожди все знают кто такой дедушка цирика или прояснить ситуацию да отдал что ли фи 3 ничего себе что ли то есть балденный вариант и фи 3 да внимание в позиции где казалось бы все нормально со стороны белых жертва шашки внимательно тихий ход внимание ждать белые не могут отдачи обратно нету если пойти просто бы опять таки в 4 чисто видите до конца она показывает диктуре там же 3 и 3 там давай давай побежал до 2 там допустим на там же 5 111 и на любой ход на а3 напал это не так интересно самое интересное если белый под уток и 3 пытаясь сопротивляться и вроде бы что думаю что в крайнем случае ничью-то сделают короче поехали до уходим на счет d7 вроде бы все еще иллюзия того что позиции лечения свободный прорыв у белых есть короче но нельзя не 5-5 только до 4 вот так вот на весу поехали очень техничное кончание до 100 подожди сдать нельзя на счету пролезу 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 эти у башгаловского из позиции тирики переводится дай подумать нечего думать если известная позиция но известно не 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 неизвестная но вообще просится в этой позиции еды 6 какая после если напал да и 5 ничья сразу нет там ничья значит так надо c5 c5 все у белых иллюзия того что ничья то есть смотри значит да если опять c1 такие 5 тоже ничья сразу допустим 1 побежал да и до 6 разим поменяться вроде бы позиция простая на f6 становимся обратите внимание отдать невозможно поставить невозможно два нюанса не поставить не отдать главный пост интересно уже не дает черно нападать неожиданный уход с дамкой над поле d8 такой чистый чудный ход опять главная идея поставить дамку невозможно из-за же 1 и отдать невозможно тоже есть ход хитрый если пойти на е3 так просто вернемся на это будет смотрите подожди подожди дай подумать так ник не обламывай кайф так сюда сюда в чем идея со стороны белых маленькая такая связочка образовалась и не заходил 6 из-за развязки и 5 а вот мне на f6 хотелось до выигрывает ход такой трудным совсем вот вот это не просится совсем здесь же оппозиция же оппозиция вот это да вот это прям кайф да красиво красиво так и наконец смотря свои записи короче там самое вкусное оставил конечно на потом не знаю показывать или нет вам да давайте молите меня да типа значит следующая партия партия получается кондраченко гетманске из классики сама та партия такая невзрачная вот варианты что там возникали бы при случае да вот там было конечно очень четко смотрите вытащили мы такой опять зависла немножко до начать вытащили такой невзрачный дебютик и от все таки ход тоже 5 немножко оживляющий руда почему оживляющий потому что кроме обычных ходов типа h4 или жилла можно скачать ходом и в 4 тут никто к андриченко я однажды носил дебютную ложечку связано с таким ходом окружаем окружаем а же 5 ломанулись белые да и нападать нельзя из-за необычного соски а по 4 а можно и же 3 но только уже три же вроде выигрыш лучше сходы переставить для пущего эффекту гражданин шариков для форсу для форсу для форсу да это очень сильно действует соперника уже психологический момент то есть как разорвавшаяся бомба следующих партиях уже соперник будет морально сломлен да есть сильнейший мастерами такие понты не ведутся короче там да то есть смотрите выпало там да опять короче уходим да там cd6 выбирает достаточно простое построение это же подожду пока в центр не ввязываясь центр отдал ему хорошо центр ученых но он по-любому некрасиво до слабости полей b6 поэтому ослабляем еще больше выдавливает центр да и оба 2 колонки не работают короче зацепки нету допустим да хватает 6 на 15 не хватает 1 подходим 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 то есть наконец-то черного что-то построили на 5 без колонок на секундочку из колонки не работает на пойти хотя бы c7 вот наступил момент истины что связки cb4 или и в 4 они не проходят лучше не дергаться отступить назад наоборот мы цепляемся за маленькую слабость пустого поля до 8 такие построения скажем такого типа не конечно все к выходе белых будут да это известный мотив только да саша это понимает и меняет в позиции таким путем вот d5 просился а кстати на стрелять наконец-то наконец-то черное заиграли то есть получили красивый такой центр с колоночками мы должны от него уйти от всего этого есть конечно таким ходом да то есть мы с колонками все покосновения не ступаем контролируем поля b4 еще опять c5 а может быть и f2 то есть его диктуют белые пока что может b6 было сыграть ожидает ожидает а же 5 а b4 вот момент истины здесь надо уже аккуратно то есть b6 не хочется из-за а5 либо c5 допустим да и d6 как-то не хочется там даже плод дохода для c5 неплохо и вот черное напряжение тут не выдерживают да если пойти так как мы же контролируем центр с этой стороны я бы я бы наверное fg7 в этой позиции сыграл то есть и важную шашку убивает что мне они в 4 но это неправильно точнее может быть он уже не чуку ты увидел допустим но тоже сомнительный ход смотрите может такую здесь получается я перехватывал полностью с разменом вперед да видите очень слабо шашка 4 черных а силы отстали допустим ходу на себя кстати вот эта позиция вообще так смотришь даже кажется приятнее за черных число всего бы если 1 или сейчас же 3 мне будет считать сильнейшие 4 как-то неприятно мы вот сайте с иваном смотрели эту позицию опять смотри слова как-то не подходит это же ценная то есть ценная вещь ученых уже плохо внимание плохо на крови на плохо не опять не пойдешь меняться по любому проигрывает им на fg7 вот он молодец что почувствовал опасность во время и нашел четкие планы же 7 такое изящное решение у него нападения просто да и такой красичный изящный финал на ничью получается а то есть испоганил красоту испоганил да она что я рассчитывал я уже увидел знакомую позицию для меня от у нас польза образования и побольше что ли внимание значит внимание cb6 g4 да так или иначе как-то на db5 допустим атакуем задушили короче всем хотя последний ход и сюда так руки прочь от доски теперь на секунду остановимся здесь черный подожди олег не лехну не перебиваем внимание становимся пока здесь на все этой позиции чтобы понять идеи которые возникают сейчас да посмотрим к открываем и драться ставим партии там да вот это самое вкусное вот эту позицию да нет нету нету я диктую которую поставим на лидра все позиции будут со стороны две позиции пока со стороны белых так так 1 5 на 5 симпатичная значит b4 d4 и аж 6 черный есть черная а4 слабенькая е7 и и b6 d6 f6 так вот в принципе вот на это стоят до него от белых вот белых имеется очень быстро изящный выигрыш да так погодь партия азербайджанских мастеров асриев ахмедов 80-й год это были восьмидесятые выживали как могли да не восьмидесятые люди кстати нормально жили ты давать не наговаривай так жители оймекона чтобы поспорили допустим и магадана как я люблю я с икутскими шашистами играешь там говоришь ну все сейчас у меня за оймекон ответите да так ты будешь выигрывать или нет ну что-то я пока не понимаю вообще идеи артем гагарин автонасты с нами еще да покажи мастер-класс на быстренько изящный форсированный выигрыш очень такой красивый ударчик конце да вот тут та самая позиция когда думать нечего надо действовать сразу ну смотрите ну нет уже там долгих вариантов каких-то да то есть шашки опасно болтается там где b4 допустим надо отдавать сразу 2 и 5 непонятно вообще непонятно как вообще ну если да и 5 просто вопит и побежал танки вот она идея это простейшая идея видно сейчас простым способом должно выиграть по идее да отдачи нет обратно только опять нападать очень изящное решение вот ты бы с этой позиции начал специально усложняю что я почему поставил нам нужно что-то видно уже так так и так неправильно сбил можно было сбить еще на и 5 как правильно я шучу просто верни обратно смотри но сбил нет все правильно фи 3 фи 5 все правильно да давай давай не так все правильно ф8 на фи 3 фи 5 просто смотри можно забить на b4 еще сбить на b4 а ну можно так побить еще я специально тебя чтобы потроллить да так неплохо да то есть главное почему позиция поставил идея красивого датчика в конце плюс идея такого прорыва и самый главный рисунок этот b4 d4 в 4 так вот запомнили такую идею очищая доску ставим новую позицию дедушки блингера допустим на сразу пошла такая цепная реакция у блингера a33 d4 f4 f2 и g5 так черная значит а4 и 7 как и раньше а4 и 7 ну третий ряд этот без шашки а6 то есть b6 d6 f6 еще опять еще опять не тащу опять подбила доход белых блингер мироваться классическая тема тридцатые годы красивые решения то есть тут рисунок совпадает с предыдущей из то что было в моей партии с германским похоже да и плюс еще где комбинации да тут нечего ждать потому что там а6 это видимо не та тема не та тема а слушай ты по-моему это показывал давай-давай-давай смелее очевидная тема значит надо меняться да все еще там да нельзя давать черный свобода действий на секунду да а вот тут уже по моему ударчик какой-то щас ну так по моему конечно лишь так так отличается на темп от того что и бей красиво на c3 бей на c3 бей на c3 бей на она и d6 еще и подкинуться в g5 да красивая такая чтобы чисто блиц на цвет ноте там да и так мы эти две идеи запомнили получается да хорошо возвращаемся к моей партии которые смотрим снова на гамблере на сходный рисунок позиции но здесь имеете ввиду что хоть черного кстати на секундочку поставь эту позицию которая сейчас стоит на гамблере поставь и ныне драфте приходит на анна петрова кстати пишет блин я думала одна и та же позиция не в прелесть томас поставь леха то что позиция что стоит на гамблере сейчас поставь и ныне драфте приходит белых и пока оставь ли драфта так ладно потом посмотрим самое вкусное 5 секунд так приходит белых там у тебя ныне драфте у меня приходит черных но все у меня так вот белых все все уходи слида с возвращаемся на гамблер приходит черный смотрите какие изящные варианты так если нападает rgp допустим видишь да то то внимание ну вообще какая-то идея типа fc5 и dc5 и потом камбар какой dc5 а сразу же команда очередь решение такое это один вариант всегда а приходится б 6 допустим по мотивам блин дороги дашки ты создаем связку связку создаем получается до поменялся до подходим cd4 опять-таки дополнением блин является то что допустим если пойти d5 такой технично аккуратно вырежут такого типа и разменчик то не спасает из-за микрооппозиции и на 2 да а еще изящно если все-таки пойдет тут cb6 выходит до cb6 уже узнаю брата колю идея также только с другой стороны то есть только с этой стороны да и такое тоже маленький нюансе клютанки сломать не стоит а именно эти три аккуратные и 3 только так но и d6 проигрывает да это известная позиция да друзья то есть не назад верни назад верни евгений не вот именно 2 на 2 и d6 там f3 и d6 и f4 то есть он для начинающих скажу да друзья то есть если вы играете белыми вот эту позицию от черных то она выигранная видите то есть если бы наоборот как бы перевернуть сейчас переверну то как бы прорыва нету получается то есть тут решает как бы переразвитие до 1 4 линия стоят черным 3 приходит белые немножко поближе к дамкам и все выигрывают они бы тогда шашку отдали и прорвались да ну да так вот а теперь возвращаемся на лидрафт то есть красивые варианты которые были бы быть нашей партии да вернемся на лидрафт получается от белых ну и ну еще называется действует дай подумать так это вкуснятина да я понимаю это находка дедушки стефановича белорусского композитора такого давящегося до целяния покойного уже давно стефанович на мне тем что создавал позицию где есть удар с пятью вариантами взятия с пятью и шестью тоже придумал 5 и 6 но вообще мне просится dc5 и на f5 отдать шашку и пойти cb6 ты думаешь ради такой простой идея показанная я вот и думаю как бы если такая шляпа это как бы интересно некоторые горячие головы хотят допустим отдать первым ходом ажи 7 побежать дамки на цепях допустим да так некоторые горячие головы да но ведь идея в том что сразу отдавать обратно нельзя просто 25 выходим и легко выигрываем но зато исход ажи 7 уже видите темпа не пользу не в пользу то есть а тут же еф-6 в пользу черных столов все плохо то есть неудачно короче это сложный след неправильно короче убираем исходная позиция отдавать совсем не зачем то есть надо пойти просто до ци 5 идейный ход такой до ци 5 получается вот тут я не вижу так подожди если напасть и 5 это грубый вариант такой вариант грубый для черных со стороны черного да и 5 нападает то решение очень изящно для белых подкинем две штучки же 5 же 7 подкинем на изящно подкинем так вот это самооренчение чисто все то есть на и до 4 соски побью на и в 6 просто побью на и в 6 это второстепенный вариант второстепенный вариант короче не такой интересный я не ради этого показываю показываю только вот я вот я и думаю как бы в чем смысл то чем сила брат в этом смысл в этом наша стратегия так убрать от доски внимание закончилась ребята то есть нужно нужно мега идея какая-то мега идея так мега идея без присосок и без свободных темпов так что ход же три просто вописка было сделано пить я смотрел ажи семьи и cd4 но там ничего нет ну так ты куда отдаешь получается столько не забьешь там дамку даже не побежьем как получается данки пускать нельзя нет не торопитесь да вот же три просто вописка было сделали да закрытие по-любому увидел увидел но там еще правильно побить надо да без разницы как бить стоп 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 подожди блин даже некоторые бездушные люди пошли бы ну после боя на f2 некоторые бездушные люди пошли вы просто цб 6 дали я показываю просто простейшим вершину бездушно цб 6 там типа да ну такой ход простой да нет сбей нормально цб 6 сбил на е1 и тут же ничего интересного нету да то есть простой вырешеных там там какие-то нельзя цида 4 просто дает и все это к сожалению то есть побочное решение а самое вкусное если по объему и рецепту бурлова пойдем ажи 7 короче да и же 7 качут этого тема я понимаю внимание куда правильно побить а вот очень медленно очень медленно там соблюдать пунктик самый пунктик так и 1 на 1 так некоторые товарищи считают что я медленно говорю нет товарищ сталин вы нет нет товарищ сталин вы это все вражеская пропаганда быстро зрители довольны надеюсь этими красотами да самое вкусное оставил напоследок да но все по записам того что было у меня больше там пока в этом матче ничего ценного не нашел я да ну это нормально полтора часа партий извините 20 партий короче плюс 9 партий я выиграл одну проиграл там да мог проиграть две короче 10 ничьи так неплохо да ну знаешь что улександр гепманский такой игрок тоже приличный из первой тридцатки короче там он играет и разбасывается и русские статетки поэтому так может быть ему тяжело там а я все-таки чисто русские на подъеме сейчас нахожусь да но я все таки удивился да вот я думал что александр тебе задаст трюпку но может не выиграл но с минимальным счетом я думал ты выиграешь еще же стройки от носки которые григория да брат его так что с ним интересно было сыраться на играет русские больше гораздо поэтому григорий тоже может побороться нехило да все таки недавно был кубок мира там какой-то в тоскете играли там да его две программы выиграл валюк андрей а одну выиграл гепманский решено да да известно серьезная игра кстати он в блиц очень быстро шпилит но тоже проверить проверить хотелось бы да то есть кто-то там хочет бан ребята по вашим заявкам могу любого если просите у нас же правило если очень хочется то можно она спасибо евгению за очередные красоты молодец победил все-таки уверенно александра да напоминаю что все таки счет в этих матчах он вторичен главная красота идеи счет важен ну и хочется сказать александру конечно спасибо за то что не сушил игру шел на игру всегда боролся до конца да мне кто-то звонит ладно друзья до свидания до новых встреч спасибо спасибо